Деда Мороза Это как, что называется, профессионально. Для нас это большой плюс, потому что мы очень сильно любим детей. Мы сами вспоминаем свое детство, и нам приятно дарить радость и получать их улыбки и положительные эмоции в ответ. Не только повеселиться, но и заняться делом предлагают всем пришедшим. Своими руками дети делают новогодние игрушки и открытки, которыми тут же украшают горницу Деда Мороза. Добавить красок к празднику здесь предлагают с помощью аквагрима. Елка у нас в этом году первая. Нам очень понравилась. Она везде все ходит, все рассматривает. Очень понравилась цепочка. Не можем теперь отсюда отойти. Ну а вы сами. Ребенок, понятно, настроение поднялось. А у вас? А вы знаете, я сразу вспомнила свое детство. Это предвкушение Нового года, запаха елки и мандарин. В предстоящие выходные 21 и 22 декабря с 11 до 4 часов в спортивно-концертном комплексе имени Виктора Блинова новогодняя приемная Деда Мороза продолжит работу. В гостях у новогодней сказки Деда Мороза и Снегурочки уже побывали 530 юных амичей. Мы приглашаем всех родителей с детьми от года до 14. Мы рады всех видеть для того, чтобы здесь поучаствовать. И каждый ребенок мог найти для себя что-то здесь интересное. Я думаю, что дети все, как и мы дети, верим еще в Деда Мороза. Поэтому приходите, вы его увидите. После закрытия приемной Деда Мороза в СКК имени Блинова начнутся представления губернаторской новогодней елки. Деда Мороза